Всем привет! Продолжаем знакомиться с творчеством известных художников. Сегодня я бы хотел вас познакомить с художником из Италии Пьеро де Козимо. Родился он в 1462 году в Флоренции. Итальянский живописец флорентийской школы, ученик Козимо Росселли, Пьеро де Лоренцо, Ди Пьеро де Антонио Убальдини или же просто Пьеро де Козимо. Испытал влияние Филиппина Липпи, Леонардо да Винчи и Хуго Ван Гуса. Работал в Риме, некоторое время помогал Росселли в исполнении фресок сексильской капеллы. Пьеро де Козимо заимствовал живописную технику у нидерландских мастеров. С необычайной точностью изображал мир растений и животных. В начале XVI века увлекся мистической тематикой, которая проявила незаврядную фантазию. Я зачитываю Википедию, те небольшие сведения, которые я нашел в интернете, ну и естественные картины, которые я подобрал. Художник не был связан с двором Медичи, редко бывал в официальных кругах, но часто выполнял индивидуальные заказы. Пьеро смог раскрыть свой талант лишь в конце творческого пути под влиянием Леонардо Фра Бартоломео и молодого Рафаэля. Он родился в семье ювелира и золотых дел мастера Лоренцо Козимо. Работая в Риме, оформлял сексинскую капеллу, а также написал портрет герцога Валентина, сына папы Александра VI. Действительно испытал влияние Филиппина Липи, Леонардо да Винчи и Хуга Вангуса. После Рима Пьеро Ди Козимо работал во Флоренции, создавая алтарные образы и картины в соборе Сан Спирита, церкви Сан Микеле, капелли Табальти, церкви Братства Сервитов. Присущие потечели элементы смелого притворения мотивов античной мифологии выразились у него еще острее. Стиль Пьеро Ди Козимо менее идеален, нежели стиль потечели. Более пристального внимания он дляет отдельным подробностям натуры. Тонкое ощущение поэтической красоты мира сочетается в произведениях Пьеро Ди Козимо с изысканной стилизацией и атмосферой сказочности. В произведениях мастера сочетается итальянская живописность, сочные, но гармонично подобранные цвета и тонкая проработка всех элементов картины, характерная для нидерландского стиля. Он прожил всего 60 лет, но оставил после себя довольно много полотен, позволяющих нам оценить его достижения в творчестве. В большинстве случаев это портреты известных людей и картины на религозную и мистическую тематику. Вот так о нем пишут справочники галереи Уфиции. Федерико Дзерри. А Федерико Дзерри это известный итальянский искусствовед, знаток итальянской живописи эпохи Ренессанса. Вот так справка отметил, что Пьера Дзерри Казима уже давно ценит как главного героя того направления в живописи, которое передало вплоть до 16 века подлинный дух отцов-основателей Возрождения, обнабив его акцентами живого глубокого лиризма. Среди заказчиков этого своеобразного живописца выделялся Пьера Даль Пульезе, предпочитавший художников наиболее чувствительных к фламандскому искусству. Так написано в справочнике Уфиции. Кончался в 1521 году во Флоренции. Вот все, что я смог найти в интернете о художнике Пьера Дзерри Казима, итальянском живописце Флорентийской школы, ученике Казима Рассель. Все, всем пока, всем привет, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok